Кремлёвское телененавидение Все, что вокруг, Путину, а тем более зрителям российских телеканалов не покажут, потому что там сущий ад, устроенный российскими войсками. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Путина заводят в одну из квартир. Там накрыт стол, тепло, есть свет, чистенько убрано. Но такая же обстановка была в Мариуполе и до вторжения российских оккупантов, которые лишили подобного уровня жизни сотни тысяч мирных украинцев. И оно еще смеет спрашивать людей. Нравится? Нравится, нравится? Очень, очень. Конечно же, нравится, что не в подвале они сидят и не замерзают от холода, как было зимой. Пройдите, вот кухня. Это все покупали, все. Голые стены были. Только газовая печка, вернее, электропечка и все. Это все вот. Угу. Ну что? Жалкое убожество. Но Пипл, конечно же, схавает. Ему не привыкать. Не будем беспокоить. Извините, пожалуйста, что так не... Спасибо, что зашли. Жители российских городов, куда приезжал пересидент, подтвердят, что во время его визитов дороги наглухо перекрываются. Не то что маршрутных, никакого гражданского транспорта. На пути следования кортежа Путина быть не может. А здесь мы видим, как вначале он проезжает мимо заправки, возле которой стоит бензовоз. Вы можете себе представить, что после инцидента на Крымском мосту Путин проезжал мимо бензовоза. Около него курсирует автобус «Пазик». Представители Федеральной службы охраны явно не используют такой транспорт. Человек, участвующий в постановке, рассказывает о том, что оккупационные власти уже отремонтировали большинство дорог, а к лету собираются запустить трамваи. Запустили движение общественного транспорта. 110 автобусов работают. И, Владимир Владимирович, если все получится, к лету хотим запустить первый трамвайный маршрут. Уже трамвайные линии первый маршрут ремонтируем. Значит, трамваи есть. Надеемся, что к лету уже пойдет трамвай. Надеюсь, приличная сеть была? Сеть была достаточно большая. Здесь суммарно получалось несколько десятков километров. Потому что город как-то был на лехах. С левой стороны, посмотрите, вот это уже у нас было устройство закончено. Видимо, фонарики. Ну да, конечно. В Луганске, в который ничего не прилетало последние 8 лет, они уничтожили трамвайное депо и разобрали трамвайные пути. Об этом рассказывал в одном из сюжетов Денис Казанский. А в Мариуполе они, конечно же, за госбюджет РФ, который и так трещит по швам, восстановят трамвайное движение. Мы обращаемся к жителям Мариуполя. Как там сейчас с освещением в вечернее время и с движением маршруток? Нравится? Очень. Очень. Александр Невзоров пишет по поводу ордера на арест Путина. Помимо всего прочего, этот ордер весьма многозначен. В нем заключено гораздо больше черных для России смыслов, чем это кажется на первый взгляд. Ордер неотменяем. Нет в мире инстанции, которая могла бы его аннулировать. С этого момента исполнение ордера Международного уголовного суда является обязательным условием для снятия любых санкций со стороны, которая укрывает преступника. Даже глобальный откат армии мобиков, прекращение войны, очистка всех территорий Украины, даже капитуляция РФ ничего не изменят в экономической судьбе России, пока Путин не будет выдан. Вы вообще представляете, это даже не уровень, это низ вообще. Вот эта новость про то, что ГАГа выдала ордер на арест Владимира Путина, значит ли это с точки зрения политической, что в Европе уже окончательно отказались от идеи, что с Путиным можно хотя бы как-то вести переговоры? Ну, мы об этом с вами уже неоднократно говорили о том, что произошли тектонические изменения в мировоззрении политических элит, европейских стран прежде всего. И решение МКС, оно абсолютно конкретное. Оно понятно, что вот то, что там и МИД Российской Федерации, и отдельные субъекты, скажем так, заявляют о том, что юрисдикция его не действует. Да, безусловно, не действует. В России вообще юрисдикции не действуют как таковые, даже в национальных судах мы это прекрасно понимаем и знаем. То есть, условно говоря, в авторитарных странах, в принципе, волюнтаристский тип правосудия доминирует. Но, тем не менее, это чрезвычайно важно. Смотрите, вот этот ордер сам по себе и юридическое значение имеет, потому что те страны, которые придерживаются регламентных норм МКС, они, безусловно, возьмут к сведению этот ордер. И в случае нахождения субъекта Путина на какой-либо территории этих стран, он будет там немедленно задержан. И поэтому Путину он и так мало куда ездит. Нужно будет географическую карту крестиками пометить. Вот эту страну мне уже запрещено, в эту мне запрещено, здесь меня арестуют и так далее. Это очень интересный финал политической карьеры этого субъекта. Ему, наверное, лучше все-таки про репу больше говорить еще. То есть, куда Европа придет, тому и так далее. Так вот, кроме этого, есть и политическое значение этого решения. Смотрите, первое. Оно говорит российским политическим элитам, ребята, довоенного мира у вас больше не будет. Вот эта вся ваша любимая игра в интеграцию глобальной политической элиты не будет. Вы не сможете себе безнаказанно ездить по миру, как ни в чем не бывало, считая себя друзьями Рокфеллеров и Роджа. Да, но я имею в виду так. Сейчас ирония большая сказала. И так далее. И это очень важный симптом. Второе. Это обнуляет Путина, как реально большого игрока за шахматной доской. Его больше нет. Ну, то есть, понимаете, человек, который долгое время надувался и рассказывал, что, смотрите, со мной все считаются. Я для вас гарант. Это я сейчас про российскую политическую элиту говорю. Я для вас гарант ваших прав на глобальном рынке. Я вообще большой такой. Сейчас ты банальный. Вы только что хорошо заценировали генерального права Украины, господин Костин. Ты сейчас банальный подозреваемый, причем не абстрактный, не в рассказах экспертов, журналистов и так далее, а ты юридический подозреваемый. Это очень важный симптоматический момент. Ну и третья составляющая. Конечно же, это четкое указание, что эта война будет продолжаться именно для того, чтобы Россия проиграла и ответила за все нарушения, вот в данном случае очень важно, за все нарушения международного права. Не только международного права как такового, но и военного права, и международного гуманитарного права, и так далее. Кстати, там в решении МКС еще одна фамилия фигурирует. Я думаю, вы ее знаете прекрасно. Есть такая субъекта по фамилии Белова. Это та женщина, которая забрала себе ребенка из Мариуполя. Ну, то есть, грубо говоря, по сути, это и есть проявление, безусловное геноцидное проявление, когда ты похищаешь детей у родителей или убиваешь родителей, а потом забираешь детей и начинаешь ломать их, чтобы они отказались от своей идентичности, этничности и принадлежности к другому, скажем так, государству. Это очень интересный показатель, феномен. Так вот, эта госпожа Белова, она, в принципе, точно будет сидеть и очень долго в тюрьме за конкретное преступление. Так вот, это все абсолютно меняет диспозицию, которую сегодня мы имеем в рамках войны Украины против России. Почему? Потому что Россия ведь вкладывает немалый ресурс сегодня доказать, что Запад устал. Вы же помните, да, все эти публикации периодически появляющие, что Запад устал от поддержки Украины, что Запад буквально вымаливает по каким-то каналам возможность сесть за стол переговоров и как-то договориться о том, чтобы остановить этот конфликт, пусть даже на условиях России. Вот это очень долго, Россия над этим работала. Но сейчас этот ордер МКС, который четко фиксирует отношение европейских политических элит, прежде всего, к Российской Федерации и к главе Российской Федерации. То есть, сакральность Путина окончательно умерла. И это очень хороший первичный симптом перед началом долгой и мучительной болезни, которая закончится неизбежно фатально. Михаил, хочется у вас еще спросить. Путина признали виновным. Ордер выдан, потому что он похищал детей с силами Львова и Белова, ее подчиненных. Вот это было преступление, но вы лично можете с 2017 года штук 50, наверное, преступлений Путина перечислить. Вам не кажется, что вот это основание, оно как какое-то мелкое, и было бы правильнее, не знаю, по 20-30 основаниям на него этот самый ордер выдать? Это же открытый пока следственный процесс, который идет в МКС. Там будут дополняться конкретные эпизоды, которые будут утяжелять статьи, по которым субъект Путин будет проходить. Это только начало. Было важно именно показать, что первичные материалы приняты к рассмотрению на основании первичных материалов, которые являются открытым, ну и, соответственно, будут постоянно дополняться другими эпизодами, не только связанные с похищениями детей, с массовым похищением детей. Потому что, я помню, сама Россия, кстати, как-то бравировала тем, что они с оккупированных территорий забрали, вот смотрите внимательно, мы немножко другие цифры знаем, но, тем не менее, 700 тысяч детей. Это вот Россия для того, чтобы показать, как она типа там освобождает, кого-то сказала, что не 700 тысяч детей принудительно ли, добровольно ли вывезли с территории Украины. На самом деле цифры, конечно, другие. Ну, например, на сегодняшний день мы установили факт похищения 16 тысяч детей, имеется в виду, юридически установили, то есть фамилии, откуда, как и так далее. Безусловно, таких эпизодов гораздо больше, и этим занимается и уполномоченная по делам детей при президенте Украины, и уполномоченная по делам детей при Верховной Раде, и генеральной прокуратуре, и так далее. То есть, ну, мы юридически корректно все делаем для того, чтобы конкретно установить место, фамилия, имя, семья погибла, была убита российскими оккупационными войсками, или дети были просто забраны у родителей, и так далее. Но, тем не менее, другие эпизоды по Путину будут добавляться, несомненно. Для нас было важно, и, как я понимаю, для европейских элит тоже было важно, будет ли принято решение начинать полную демонтаж вот этой всей страха перед Путиным, который доминировал долгое время в Европе по отношению к Российской Федерации. Вы знаете, я напомню уголовное преследование в том же МКС по поводу MH17. Вы же помните? То есть, не хотели называть реального заказчика того, что произошло. То есть, вот, это, кстати, интересный такой, знаете, парадоксальный момент. Мы сейчас иногда слышим до сих пор аргументы, дикие аргументы российской пропаганды. Мы вас сейчас уничтожаем, потому что вы 8 лет бомбили Донбасс. У меня возникает резонный вопрос. А что вы делали 8 лет на Донбассе, на чужой суверенной территории? И почему вы в 2014 году оказались? И почему все события тогда начались? То есть, наверное же, причинно-следственные связи прямые. Не было бы вас на Донбассе в 2014 году, не было бы никакой войны, никто бы никого не убивал бы, естественно, и никто бы не погибал. Это очевидные вещи. И так далее. Так вот, долгое время в рамках судебных процессов по тому же MH17, где погибли граждане Европы в том числе, фамилия Путин вообще не звучала, равно как и других должностных лиц Российской Федерации. Но мне кажется, что сейчас все закончилось с этим, и фамилия Путин будет звучать в крайне негативной итерации на многих юридических площадках. Субтитры создавал DimaTorzok